Приветствую Вас и Ваш вопрос можно разделить на две части. Первая часть будет касаться того, что Вы не можете найти цель в жизни. И если мы с Вами говорим об этом, то исходить нужно из тех Ваших ценностей, тех Ваших изначальных установок, которые у Вас есть, и того, что составляют Вашу индивидуальность. Я предлагаю Вам подумать, какие ценности для Вас важны. Какие ценности Вам важны? Какие ценности являются тем, что Вы могли бы сказать, вот это для меня ценно, это для меня важно вообще в жизни. Постарайтесь об этом, пожалуйста, подумать. Это очень важный момент. Дальше подумайте о том, как бы Вы могли, например, реализовать эти ценности. Ну просто, какие есть способы и средства реализации Ваших ценностей, например. Об этом тоже можно будет подумать. И уже потом, когда Вы поймете, значит, как можно реализовать эти самые ценности Ваши, Ваши, когда Вы поймете, как можно, значит, предварить в жизнь то, что Вам, например, важно то, что Вам ценно, Вы и сможете увидеть определенные цели в своей жизни. Но при этом хочется отдельно сказать о том, что цели не бывают конечными. То есть, конечных целей нет. Цели постоянно меняются, одни цели достигаются, другие цели появляются и так далее. Если одной цели какой-то в жизни нет, и ставить перед собой задачу получить определенную цель в жизни, это довольно бессмысленно, не имеет никакого практического значения. Далее. По поводу того, чтобы жизнь была хоть немного интереснее, я Вам скажу так. Чтобы жизнь была интересной, нужно Вам самой быть интересной. Чтобы Вам самой быть интересной, нужно для начала принять себя, постараться принять себя, попытаться принять себя, подумать, что Вам не позволяет себя принять. Какие препятствия стоят на пути к тому, чтобы Вы себя приняли. Очевидно, на мой взгляд, что у Вас есть определенные комплексы. На мой взгляд, это совершенно очевидно. И тогда, если мы не хотим, чтобы у Вас это было, нужно будет Вам с этим что-то делать. И, в первую очередь, я предлагаю Вам, значит, подумать, что именно в себе Вы не принимаете. И поработать именно с этим, то есть вот как раз с аспектами, которые Вы себе не принимаете. Вполне возможно, что Вы стесняетесь чего-то. Вполне возможно, что Вы переживаете по каким-то поводам. Вполне возможно, что у Вас есть какие-то сомнения в себе и так далее. То есть, на самом деле, вариантов может быть очень много. Но я хотел бы, чтобы Вы все это обдумали как следует. И вот уже именно в этом контексте, в контексте того, что же мешает Вам быть интересным, в первую очередь в себе, что подавляло Вас. А это, как правило, всегда идет из детства. Это, как правило, всегда идет от родителей. Подобная позиция такая вот. Вы сможете, благодаря мышлению в данном направлении, избавиться от того, что Вас сейчас беспокоит. Но это определенная работа над собой, к сожалению. И если Вы хотите, чтобы она была успешной, то определенно Вам нужно выбрать эксперта на нашем ресурсе и поработать с ним над своей проблемой. На этом все. Надеюсь, что помог Вам. Если какие-то дополнительные вопросы остались, пишите в личку. Буду рад помочь. Если Вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю Вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok